Прозрешение у меня снимаете? Да, в общественном месте, да. Нет, вы и не имеете права меня снимать, из-за моего согласия. Смешно. Нет, это смешно. Дома будете запрещать. Не-не, мне кажется, что... Я состою. Я в редакции в неврологическом диспансере. Вполне возможно. Я вот состою, да, я признаюсь, да. А мы были в магазине «Пятерочка». Вот такая вот у нас «Пятерочка» выручает. Ежедневно с 8 до 23. А вот пошел участковый. С памперсами. С памперсами. Нет, заявка поступила к нам. Обманули. Конфекта нет? Есть просрочка. Да, конечно, отдельный батальон. Центрального района, ветеран полиции, вовсе, 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 вовсе. Смотрите, пиво. Пиво от 9-го, 0-5-го. Детская, вон, смотрите. Купил вот этот, есть. Я понял. То есть будет поступать заявление, правильно? Да, да, абсолютно правильно. За детское питание, да? За детское питание будем писать заявление. Я вот попил, а потом смотрю, он просто вообще до 17 марта. У меня счет кармел. 17 мая? Мая, да, пардон. Предназначен для детей старших 3 лет. То есть это детская. Согласен. И памперсы рваные, которые нам сказали, что мы с вами порвали. Ну, вот это. Хорошо, я понял. Граждане, соответственно, будет поступать заявление. Да, я хочу подать заявление. Желательно устно писать устал. Все, весь день. Я водил полиции, поедите писать. Зачем? На месте. Здесь возможное преступление, надо улики изымать. Детское питание будет изыматься, да. Вот все остальное они будут утилизировать у нас на камеру и все. Участкового, либо кто? Буду подавать заявление, что здесь у участковых форме. Заявление у участковых форме? Да. Ну, участковых придет, они у участковых форме скажут. Мы же просто товар не можем вывезти, который они купили. Это тоже будет... Нет, ну, а он товарные ценности не представляет. Ну, просто в избежание всяких конфликтов, да. Не хотим, конечно, вывезти у него. Ну, полный товарных ценностей все равно не будет. Понятно. Ну, пока в потребительской корзинке оно наше, да. Пока мы взяли. Мы настолько... Нам только нужно оплатить. В виде необходимости обременения снять, в виде необходимости оплаты. Ну, так как товар некачественные, ценности не имеет товарных. Он просрочен. Ну, вот сок возьмите, который я надпил. Вот, вот, вот. В смысле забрать. Видите? А вот сюда почитайте еще. Есть что такое? А чем прослушать перед? Ты не заметил? А, есть что такое? Вот теперь в доме живой останусь или нет. Вот слепилом не увлекайтесь, он тут с 9-го, 0-5-го есть. Детский памперс сорвал, гигиенический продукт. Наденет ребенку заразиться какой-нибудь раз. А почему все время интересно... Надо вообще-то, как бы... Распотребнадзор, да? А я вам скажу, здесь в нюансе есть такой, что у министра, вот он сделал, в Клокольце, писал 879-й приказ по взаимодействию сотрудников полиции и органов Распотребнадзора. А ввиду ковидной ситуации Распотребнадзора на выезды не выезжает, участковый или СОП, ну, когда дежурные по отделу начали, принимают заявление, описывают товар, да? Оставляют так? Да. Протокол административного правонарушения. Распотребнадзора забирают, потому что это улики возможного преступления, предусмотренные 238-й статью Уголовного кодекса. А вот, соответственно, передают материалы в Распотребнадзор, да, вот по этому приказу 879-й, и в Распотребнадзор приходят, проверяют действительно... Это весь, да, товар, путь? Да. Ну, есть некачественный, вот это развакуум. Он должен быть в вакуумной упаковке, должен быть как кирпич, такой твердый. Ну, это уже считается некачественный товар, поскольку он развакуумный. А остальные, которые четвертый? Да, остальные нормальные. Образец. Он должен быть вот таким. Ну, а тут, соответственно, кролика покажет. Тут это не должно продаваться, потому что оно мятое. Идет, ну, пиво, короче, там трескается внутри оболочка и идет взаимодействие с этим, с алкоголем. Это развакуумная упаковка уже. Развакуумная упаковка. А, матом ругался? Да, еще матом ругался. У нас на камеру записано, как он неоднократно ругался матом, на замечания не реагировал, выражал явное неуважение к обществу и окружающему. Что? К администратору магазина. Давайте его подводим. Ну, в принципе, тут, как слышишь, тут в магазине-то кроме нас-то не было никого. И ничего, а мы что, не общество, что ли? Ему раз сказали матом не ругайся, второй раз матом не ругайся, он три раза. Тогда в отдел забирайте. Ну, разберемся. Хорошо, документ будет? Есть компенсис. Есть компенсис. А? А? А что вы делаете? Я просто озвучивать не буду то, что ты говорил, потому что это будет 20.1, с моей стороны. Ну, на видеозаписи все есть. Мы два раза тебя предупрежали, не ругайся. Предупреждали? А? Не могу. Я пресс-свечу. Я пресс-свечу. Я сотрудник СМИ. Ты мне сейчас воспринимается в журналистской деятельности? Волите, вот ты знаешь, что он не ругался. Он не ругался. Я ваш, в ваш адрес, я ничего не ругался. В ваш вечер. Здесь любой человек может прийти и написать на тебя заявление, поскольку ты уже, это, ругался матом. Мы сейчас говорим про тебя, а не про других людей. Будь мужиком, ответь за свои поступки. Честно, что сейчас его замкать, это не пола для человека. У нас есть эконодательство, он его нарушил. До свидания. Кто здесь директор магазина? Как? Вы директор магазина? Ну, он сейчас не при исполнении. Сейчас гражданин, он сейчас не при исполнении. Он не может сейчас вам оказать никакую помощь. Это администратор, но он не может, он задержан в полиции. Директор спрятался в подсобном помещении и не выходит. Терминал не работает? Терминал не работает? Эквариний не принимает, да? Он у них света организовал. У Дмитрия, я стояла и брала товары, техчество жалilia. У ГУСТа заинsemble. А кто кричит в подсобном помещении там? Ну, вы же не уверен, что он директор? А кто кричит? Не, кричит человек. Кто кричит? Ну, человек-то кричит, вы же не уверен в том, что его должность директор? Я ответил на вопрос. Кто это кричит в подсобном помещении? Человек, говорю. Ну, это понятно, что человек, а не животное. А вы же не знаете его должность, директор от рабочей, он грустный. Я и спрашиваю, кто это кричит в подсобном помещении женским голосом. Вы не уверенны, что директор спрятался. Ты не уходи от ответа. Я у тебя конкретный вопрос задаю. Ты сперва ответь на мой вопрос. Вы сказали, что в детском саду? Вы не уверенны, что говорите, что человек спрятался. А я здесь запомню. Она без того, чтобы выйти и извиняться, запяла из кабинета и орала выйти. Я пишу, что у нас большое количество заявок, что граждане понимают, что у нас работа хватает. Каждый случай не бывает, но это очень важно для нас. Но тем не менее, чтобы вы не ослепляли. Спасибо. А что, детское питание, это не серьезно, девушка? Вы бы стали своего ребенка кормить детским просроченным питанием на две недели? Стали бы? Я не вижу здесь шести поводов по инститентам. Девушка, вот это вот, как вы думаете, нормально с шести месяцев просроченные продавать? Нормально? Я думаю, что это ненормально. Ну тогда не надо говорить, что это нормально. А это уголовная статья, девушка, я вам так скажу, если вы не разбираетесь в статьях. Вы про разрешение у меня снимаете? Да, в общественном месте, да. Нет, вы и не имеете права меня снимать, без моего согласия. Смешно. Нет, это смешно. Дома будете запрещать. Нет, нет, это все равно я не имею. Вы читали Конституцию, 29-ю статью? Серега. Послушайте, вы со своей Конституцией здесь... Скажите сотрудникам сказать, что мы задерживаем. Вообще... Ну-ка скажите, что со... Я вообще не хочу с вами общаться, а вы ко мне лезете... Давайте не будем провоцировать друг друга. Да, вот не надо, вот пусть он не отстанет. Я к вам даже не пристаю. Это кто к нам сюда подошли? Не я к вам. Я к вам вообще не подходила. Вы к нам сюда подошли. Я подходила к сотрудникам. Отстаньте от меня, мужчина. Не поискивайте ко мне с вопросом. Каким сотрудникам? Он сработал. Реагировать на все свои заявки, уезжать не сделать. Вы знаете, я очень надеюсь, что по-человечески адекватно отойдет. Конечно. Потому что, ну, это... Мне кажется... Конечно, никаких других проблем кроме языков питания в стране нет. Нет. Ничего может быть делать. Ну, вот такие вот граждане... С такими гражданами, которые защищают просрочку, да. Да. Не будет ничего. Других проблем нет, конечно. Не будет других проблем. Не будет. Вы оцените, почитайте про себя комментарии в интернете. Я полностью оказываю побежал. Плевать мне на вас в интернете. Мне тоже на вас плевать. Плевать мне, я вам подарю. Плевать мне, я вам подарю. Есть пересылка стандариста для вас. Пользуясь случаем, передаю привет. Привет, дайте привет. Девушка, смотрите. Вот вы говорите, здесь на 2 недели. В другом магазине я почти надо открыть. Мама по запарке могла купить, дать ребенку не заметить. Саша, что ты объясняешь? Мне не интересно. Детское питание, просрочка не интересна. Я пытаюсь... Вот я проверил на текущий момент, это 173-й магазин. Хотите, я вам расскажу свою позицию? Если бы я была бы мамой, я бы поняла вашу позицию. Не совсем, я не смог до вас донести. Милиция. У нас нет милиции. Белоруссия милиция. Конечно, полиция. Полиция задержала человека, который совершал административное правонарушение. 100% когда-нибудь отпустят. Там в статье всего 15 суток отразумевает задержание. Либо штраф 500 рублей. Либо штраф 500. От 500 на 1500. Да. Вам уже смешно, да? Не очень. Улыбка появилась на лице. А мне знаете, как смешно? Я же стою в психологическом диспансере. Мне очень смешно. Потом, а таки, как вы, сделают этот сюжет мне, потому что я выглядели красиво. Я сделаю так, чтобы вы выглядели красиво. Смотрите. Я в этом не сомневаюсь. Даже не я, а моя редакция это сделает. Мне как-то на это вообще плевать. Здравствуйте. 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 Давай с вами. Да. Показывай. Прошу принять заявление о возможном преступлении. Документы имеются, но я бы хотел подать сначала заявление, прежде чем вам объяснение дать. Хотел бы написать? Объяснение, как вы? Заявление. Вы же сами пишите свое заявление. А? Вы сами свое заявление пишите. Не, я пишу за судебную претензию в магазин по поводу нарушения моих прав. А здесь возможное преступление. Я хочу, чтобы полиция... Не, запишите, устал руками, немного писание на своих. Вы будете писать заявление? Я вам прошу принять у меня заявление после фондов. Вы можете это сделать? После фондов? Да, конечно. С 12726. Да, слушай. Я сегодня... Может, запишите, чтобы потом текст так был точный? Хотя бы на телефон запишите. Как вы там переписываете? Я уже с 29-м отделом полиции на это наткнулся. Дает вам объяснение, принимает объяснение, как и уходит. Здесь все время открыть след. Да я не знаю. А почему так? Все время сразу с объяснением. Я не знаю. Но я в тяжелом конкурорте города уже звонился. Интересно, если человека сбили на улице, значит сразу нужно объяснение дать? Да, пожалуйста. Человека убивают, надо объяснение дать. Документы ваши будут. Я вам диктую. Вы пришли. Будьте добры, вы же сами. Почему? Сстановите ваше мнение. Не вредите. Мы составляем дефицитальный документ. Протокол принять неустное заявление о преступлении. Соправно. Требуется для этого установить вашу мнение. На основании чего? У нас у составления... У составления официального документа. Не требуется. Со слов. У вас есть не основания удивлять дожданин? Я не знаю, кто. Я вам представляю. Пишите со слов. Если я дам недостоверные факты, вы мне найдете в предыдущете задачу, даже это можно. Вы из своих паспорта представляете, отказываетесь. Я не вижу оснований. Не вижу? Отказываетесь. Нет, я говорю, оснований не вижу. Если вы не представляете, я вас прошу показать свой паспорт. Я вам заявление могу без паспорта задать? Вот я и хочу воспользоваться этим. Согласны? Давайте пишите. Согласны, если мы укажем, что паспорт в своем среде людей. Абсолютно согласен. Я вам согласен. Это я согласен. Я вам подлинный, чтобы он был написан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! А мы были в магазине «Пятерочка». Вот такая вот у нас «Пятерочка» выручает. Ежедневно с 8 до 23. А вот пошел участковый. С памперсами. С памперсами. Со всеми в отдел полиции. В 76-й. Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...